Ребята, сегодня вот из-за этого яйца мы с вами сделаем великолепную специю. Это будет сухой, соленый, перченый желток. Эта приправа берет свое начало из Италии. На сегодняшний день ее используют все крутые рестораны. Ну и теперь вы будете тоже ее использовать. Нам нужно много соли. Здесь у меня 750 грамм. 250 грамм сахар, обычный сахар. Смешали. Добавляем различные специи. Полная столовая ложка сухого кориандра. Чайная ложечка чили. Полная столовая ложка сухой орегано. Это итальянский вкус, итальянская специя. Полная столовая ложка сухой тимьян. Полная столовая ложка черный дробленый перец. Не порошок. Нет, не порошок. Потому что порошок в любом случае он имеет как бы горчинку такую и не настолько выразительный вкус. Полная столовая ложка сухого чеснока. Все смешиваем. А для чего так много соли? Ребята, дело в том, что нам нужно яйцо высушить. А как его высушить? Оно же ведь мокрое. Соль выступит у нас с вами тем самым дегидратором, который будет вытягивать всю влагу из него. При этом специи, которые мы с вами добавили, они дадут яйцу дополнительный вкус, флэйва, который будет улучшать вкус ваших будущих блюд. Посолочная смесь готова. Берите небольшую емкость. Все не высыпаем. Нам нужна эта смесь на два раза. Мы будем использовать ее дважды. Разровняли. Я буду солить четыре желтка. Ты делаешь ямки? Да. Гнездышки. Гнездышки, да. Чтобы наши желтки там лежали тихонечко и сохли. Уютно. Да. Ну все, давайте отделять белки от желтков. Так. Отправляем. Используйте вот такую вот ложечку. Это очень удобно, потому что все-таки желток у нас вещь деликатная и очень быстро может лопнуть. Аккуратненько засыпаем солью. Как с саласолем. Да. 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 Вот эту нашу смесь закрываем пленочкой. Ставите сегодняшнее число и отправляете в холодильник на три дня. Вот эту смесь оставляете, тоже закрываете так, чтобы она не набирала влаги из вашей квартиры. Через три дня мы с вами встретимся и продолжим работать с нашими яичками. Прошло у нас три дня. Давайте посмотрим, что с нашим желтком. Все мокрое. Нам нужно избавиться от этого. Давайте потихоньку желток доставать и менять соль. Да, очень влажная соль. Да. Красавчик. Он уже почти, почти высох. Так, это вот три дня. Соль из желтка вытянула жидкость. Совершенно верно. Но соль нам нужно с вами поменять, потому что она мокрая. Все, она выполнила свою функцию. Конечно же, эта специя получится достаточно соленая. Но, тем не менее, она не будет настолько соленая, чтобы испортить вкус вашего блюда. Это, ребята, в мусор. Нам этого больше не нужно. Свеженькая. Все по той же схеме. Укладываем желточки. Они уже достаточно плотные. Видите? Ну, у нас их можно взять в руку, значит, они действительно плотные. Опять закрывайте пленочкой, пишите сегодняшнее число и оставляем на двое суток. Прошло еще двое суток. В итоге пять дней. Ну, в принципе, если у вас останется на шесть дней, это тоже не страшно, не критично. Так. Хорошо. Как будто добываешь сокровища. Янтарь. Так, но уже, видите, крепенький. Так, отлично. Все это можно в мусор. Так, теперь холодной водой моем соли. Без фанатизма. Так, чтобы не снимать поверхность желтка. Кусочки соли я убираю. Ну, вот. Вот какая красота у нас с вами. Немножко специи ты оставляешь. Специи, конечно, оставляю. Это не страшно. Но в любом случае оно все пропиталось. Я снимаю кусочки соли, которые прямо вот въелись. Ага. Они нам не нужны. Еще один. Ай, красотулька. Крепенький. Посмотрите. Абрикос. Да, абрикос. Наши желтки готовы. Обсушим и давайте. Следующий этап. Сушка. Лично я буду сушить их в специальном приспособлении, в сушилке, предназначенном для фруктов и овощей. Если у вас ее нету, используйте обычную духовку. Включайте духовку на 70-75 градусов. Дверца должна быть слегка приоткрыта, так чтобы воздух циркулировал. Если у вас конвенционная плита, это было бы вообще идеально. То есть плита с вентилятором. И все. В среднем полтора-два часа. После этого, как желток у вас будет готов, его необходимо остудить до комнатной температуры. После этого можно им пользоваться. Друзья, желток наш готов. Рекомендую использовать его для практически всех блюд. Смешивайте его с майонезом, с лапшой, с картофелем. Делайте сэндвичи. Очень-очень вкусная вещь. Вот он у нас, видите, какой. Достаточно твердый. Вот. Как хранить? Берете баночку. Желточек. Что за бумажка? Это обычная пергаментная бумага. Прокладываем, да? Да, прокладываем каждый желток отдельно. Чтобы не в этом прикасались. Бумажное полотенце для того, чтобы они у нас не сырели. То есть оно впитывает влагу? Да, оно будет впитывать влагу. Рекомендую его менять каждую неделю, каждые две недели. Крышечкой закрыли и в холодильник. Хранится будет не менее двух месяцев. Можете даже не беспокоиться, потому что желток и сухой, и хорошо просолены. При этом вы его высушили в течение двух часов при 70 градусах. Он еще и готов. Я сейчас вам хотел бы показать суперпростые блюда, с которыми вы могли бы использовать наш замечательный желточек. Вареная картошечка, сливочное масло. Классика. Добавляем зеленый лучок. Наша сухая жареная зелень. Желточек. Не жалейте, это вкусно. Ну и замечательная скумбрия домашнего посола. Наше яичко. Совершенно уникальное. Боже, это волшебно выглядит. Приятного аппетита. Сейчас мы с вами сделаем вкусненький бутербродик. Это замечательный хлебушек. Я его погриловал. Сэндвич у нас будет с авокадо. Нарезаем крупными кусочками. Небольшой кусочек красного перца. Мы, по сути, с вами сейчас делаем знаменитый соус гуакамоли. Но это будет не классический гуакамоли. Это, скажем так, ресторанный вариант вкусных сэндвичей. Выдавливаем зубчик чеснока. Черный перчик. Ложечку майонеза. Домашнего? Обязательно. Мы пользуемся только домашним майонезом. Немножко сока лимона. Так, все смешали. Запах какой. Да. Шикарно. Помидорчик. Сыр моцарелла. Ну, давайте соберем наш бутерброд. Запах палец лук. Вкусняшка, да? Да. И, надо сказать, что это сочетание бомбическое. Сырок. Наши великолепные яички. Орегано. Вкус Италии. Ну, друзья, надеюсь, что вам понравилась эта история с желтком. Думаю, что вы получите большую радость и удовольствие, используя и применяя эту замечательную специю. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...